Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И попутно в это же время его Counter-Strike начал настигать Battlefield Вышел Battlefield 45 А, Battlefield 42 Не смейтесь, я уже не помню как закупаться на кнопки То есть B82, 83, 43, я не помню было какого оружия, какой номер Давным-давно, потому что я уже давным-давно не... Ай, давным-давно я не играю, блядь, в эти игры, сучка Ну так вот, прошло, вот этот няшмяш, блядь, я с утра заходил игру проверять Вот этот няшмяш, который меня убил, блядь, играл утром Он играл, блядь, в 10 часов утра он был, блядь Сейчас 8 вечера няшмяш до сих пор ебашится в контру, блядь Заебатый человек Ну то есть, короче, и Counter-Strike Source вышел Он был уже на приличной графике довольно по тому времени Баттлфилд такой графикой еще тогда не баловал Там Battlefield в Вьетнам тогда был или что-то типа того Ну слева ты, мудак, слепой что ли, блядь Вот, но теперь Battlefield просто Counter-Strike вытер жопу, блядь И выкинул его просто из конкуренции Потому что в Battlefield теперь рушатся дома, блядь Рушатся строительные краны, там Немерено всякой разной технике Можно дуэлиться на вертолетах, на самолетах, на танках, на ПВО Сейчас уже корабли, катера, там что только нету То есть, прицелы с каждого оружия Самих видов оружия просто там, блядь, я даже посчитать боюсь Чем ответил Counter-Strike Global Offensive? Он, блядь, в очередной раз обновил графику и больше не сделал вообще ни хрена И самое удивительное, что есть люди, которые решили, что Одна из важных целей в их жизни это профессионально играть, блядь, в Counter-Strike Профессионально играть в непрофессиональную абсолютно ушлепанскую игру Потому что я помню прекрасно, можете сам не спорить, о том, что попадания в контре в основном рандомные В хедшоты, то есть стреляешь, блядь, вот где-нибудь вот сюда я могу стрелять и поставить три хедшота Это нормальная вещь для Counter-Strike То есть там ни о какой нахрен точности, никогда ни о чем вот таком вещи не шло Высший пилотаж скилла это владеть слонобойкой и перезаряжаться переключением на нож Что это вообще? Главное доказательство того, что Counter-Strike просто симулятор, блядь, симулятор войны с терроризмом То есть как куда уж там этим всем по идеям, ведь там же нельзя перезарядить винтовку, просто выхватив нож в момент перезарядки То есть абсолютно примитивная игра и абсолютно больные люди в нее играют Ну я вот в группу недавно скидывал видос про пацана, который играл и просто визжал, когда его убивали, блядь У него там была истерика Наконец-то, няшмяш, ты сдох То есть вот, я не понимаю, чем, что, чем цепляет людей Я знаю пару человек, которые сих пор в Counter-Strike 1.6 играют, да, они такие олдскул, олдскул Но неужели, блядь, сука, не надоело? Кто, откуда, чего? А, с улицы, через дверь Нормально Посмотрим, кого он еще убьет О, это волхашник, я, бля, буду Он видит его, смотрите Видите, его стрелять не умею, умею только через стены смотреть Это про-геймер, это про-геймер Про-геймер, сука, он не умеет стрелять, он умеет юзать чит Вот и сдох, да, все, как только Реально, как можно играть в 22 веке в Counter-1.6? Это при условии, что у тебя комп тянет более нормальные игры Да, в батлу по сетке без лагов поиграть не получится, но Я думаю, что в Left 4 Dead, допустим, можно поиграть Свободно А Left 4 Dead, он там Подинамичнее Он там, ну да, он не такой реалистичный, конечно, как этот Counter-Strike, где, блядь, можно ебашить через стены Но все-таки неплох Я думаю, с этим никто не будет спорить Во всяком случае, игра за зомби дико доставляет хотя бы первые 300 часов игры Вот, плюс проходить дистанцию, пока ты еще все не знаешь, это интересно Counter-Strike у этим нечем, этому ответить нечем просто И удивляет еще то О, фраг Ееееееееее Удивляет то, что, знаете, есть видосы, я смотрел, случайно наткнулся на видео как чувак вытащил из коробки какой-то нож и сказал, что этот нож стоит 50 тысяч рублей. Через какое-то время он вытащил из коробки нож и сказал, что нож стоит 75 тысяч рублей. Какому мудаку нужны, блядь, шкурки для Counter-Strike, блядь, за такие ёбнутые деньги? Причём КС-очка это та игра, в которой... Опять он меня ёбнул через эту... через пол. Counter-Strike это та игра, где как бы твой нож не выглядел, дамажить больше он не станет, мне кажется. Ну, никогда такого не было, да, здесь вели, что можно разукрасить свой автомат, иногда там подбираешь оружие, там тебе говорят, ой, можешь покрутить его, посмотреть, кто на нём там чё написал, какие-то там примочки навешаны. Но это рядом не валялось с Battlefield, где, блядь, можно там повесить датчик сердцебиения на любой ствол, если он на тебя прокачан. Но всё равно есть какие-то просто армия до сих пор фанатов примитивнейшего Counter-Strike, которые там снимают видосы, там какой-то там чел сидит, ловит и банит читеров, там просто звезда, блядь, этой игры. То есть всё, всё вот просто, я не знаю, откуда, откуда популярность у этой игры, что, чем, чем она сейчас может зацепить игрока. Ну, неужели просто вот у всех этих людей, которые здесь играют, просто старое железо, они не могут себе, блядь, поставить нормальные игрушки пострелять. Нормальные, где можно, блядь, сесть в самолёт и врезаться на нём в небоскрёб какой-нибудь. Я, блядь, даже, сука, не знаю, куда смотреть. Раньше я вассал, у тебя, блядь, знаете, я хоть столько фрагов делал, ё-моё. Блядь, то, что попытаться через пол прохуячить. Вот, 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 единственная, одна из единственных пушек автомата, с которым можно прицелиться, ёптать. Радость какая. Как вообще можно быть про-геймером в игре, где абсолютно рандомные, рандомные попадания, то есть ты без прицела хуяришь куда-то вдаль и ставишь хедшоты. Вот смотрите, да, вот кто его убил. Я, блядь, даже врагов не вижу. Бам, ещё одного кто-то ёбнул. Ну, это пиратка, естественно, я же не буду покупать лицензионную хренатень ради какого-то одного замеса. Да убери ты. Как он быстро сориентировался, откуда в него пули летят. Про. Про, ёбаный. А что, 4 фрага, 5 убийств. Ну, по меркам доты я, в общем-то, даже по крайней мере, не днище я не худший. Это при том, что я не играл, как я уже говорил, лет 8 в эти контрстрайки. Я не помню, как закупаться, но просто я помню, что надо нахуй не стоять, не целиться, а двигать, прыгать, дёргаться, блядь, как угодно. Качество стрельбы от этого хуже не становится, но в тебя труднее попасть. Ни хрена, как они рашнули. А, я что-то не понял, что в асаут столько народ упускало, конечно. Оп, хэдшот, видите, блядь, видите, я что, я про? Нет, я хуй, я просто, блядь, жму на выстрел, блядь, и ебашу фраги. Ну, уж не повезло в третий раз. Сколько я убил-то хоть, блядь, я уже даже со счёта сбился. 7 фрагов, 6... А, теперь, когда команды меняют местами, фраги сохраняются. Раньше-то по-новой писали. Ну, вроде как я... У меня было 4-5, стало 7-6, значит, я убил троих. Ай! Когда мы все наравне, когда никто... Я никогда не был задротом слонобойки, я играл на сервере своего друга в Source, где у нас слоны АВП были выключены, нахуй, потому что... Потому что бесит, блядь, нереально. Одно дело... Ну, собственно, там все с калашами бегали, зато, блядь. Хэдшот из Калашникова, блядь, делался, знаете, просто два выстрела делаешь, два выстрела, ну, двойными там, ба-бам-ба-бам-ба-бам, блядь, и я где-нибудь на второй или на третий раз вылетит хэдшот, блядь. И об этом знали все что-то. Говорили, что Калашников, блядь, король рандома. Да это не Калашников, король рандома, это, блядь, Counter-Strike, король говна, нахуй. Какой еще игре, блядь, такая хуйня будет? У меня мышка, кстати, знаете, ну, я уже говорил, с программным обеспечением можно тут настроить, ну, двойные и тройные выстрелы, это по умолчанию, но можно настроить, чтобы компенсатор отдачи. Но Counter-Strike настолько древняя игра, что никакой отдачи здесь нет. Оружие, когда стреляешь, стоит на месте, блядь. То есть незначительно вверх подлетает, но это просто вообще ничто. О, это не мешает стрелять. То есть эта программа, она рассчитана на, блядь, заебали. Вот эту флешку, сука, союзник кинул по-любому. В Counter-Strike до сих пор гранату покупают, только чтобы деньги просрать, блядь. Они купят гранату, бросят ее нахуй куда угодно. И довольны, блядь, рады, что они это сделали. Кстати, когда я играл в Source, у меня вся контра была в шкурках скачанных, у меня все пушки были другие, все враги другие, там все, блядь, он на улучшенной графике. Да и да, там был с травой, отстой к зимой, то есть мне это в Дикон Реал все доставляло, то что мне это два пистолета, у меня были, допустим, знаете, золотые, как в фильме, без лица, блядь, два ствола. Вот. Сейчас это все... Так, он походу там с АВП. Откуда у него АВП? Вот ублюдок, ну ты посмотри, опять няш-мяш, блядь, это сделал. Кто-нибудь его убьет, интересно, сегодня нет. Вот, блядь, Counter-Strike, это та игра, где, блядь, стоят и ждут просто, когда ты выбежишь, блядь, чтобы тебя за хуй вертить, поэтому здесь Валхак такой популярный, блин. То есть в Battlefield были читы, я играл с читами в третью или в какую-то часть, там не было Валхака, там был радар, то есть, ну, чтобы видеть. Потому что, ну, в Battlefield играешь реально с непривычки, просто не видишь врагов вот в предпоследней. В последнем такой проблемы нет, в последнем я без читов играл, вообще спокойно видно, всех убиваешь, а в тот приходишь с непривычки, просто никого не видно. Ну, плюс там, к тому, что все играли с читами, а что это за пушка такая? МАГ-7, блядь, хуевина какая-то. А, где гранаты? Ложная граната, прикольно. Дай-ка я тоже гранату ложную въебу. Ну-ка посмотрим. Что-то она нихуя не хочет взрываться. А, вот это вялое попукивание, блядь, это оно? Нет, о, чувак, где твоя пушка? Я вот недавно, кстати, говорил, что есть чувак, русский мясник, его зовут, который снимает видосы чисто по Counter-Strike, ну, как я понял. Ничего, есть же фанаты, бля, круто люди. Без конца смотреть на Counter-Strike. Ёптую мать, это дробовик, что ли? Хуя себе. Ручная пушка. Чё мне с ней делать? А чё мне с ней делать? А мы возьмём ВП. Давай, няшка, блядь, высунь свою ебляшку. Давай свою ебучку. Идём, вот весь Counter-Strike. Стоишь, блядь, и ждёшь. Взял на прицел локацию, где они часто мелькают своей жопой. И ждёшь, когда сможешь нагандошить себе фрагов. Да побольше, блядь. Только они уже бегают где-то по нашей базе, судя по радару. До свидания, блядь, няш-мяш, говнок, блядь, сдохни. Ой! Ой, боже! Надо же, как сложно. Как сложно быть снайпером в К-3, бать твою за ногу. Бля, я чуть не обосрался. Компенсатор отдачи задержал дыхание и бам, бля, сделал поправку на воздух. Чувствуете, да мой, мой, мой сарказм, блин. Где он сдох? Где-то там? Что это на нём? Ага, заложников теперь носят. Ой, кажется, он немножечко сдох. А что, он один остался? Сейчас, 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 так, это моя хуйня лежит. Сейчас, 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 я иду, иду, иду. Блядь, я косой. А, ну да, ещё углы простреливаются на вылет. Это же Counter-Strike. Ну, где этот Лази Геймер? Ты собираешься мне помогать чем-нибудь, эй? Чувачок, я, конечно, как днище сейчас. Лази Геймер шлёпнут. Лази Геймер убил Лази Геймер. Ну, где мне его, блядь, искать? Мне кажется, я попал. Блядь, гандон. Ну, один на один, конечно, нахуй с АВП, я бы не хотел оставаться, потому что, блядь, вообще не моя хуйня. Хорошо, что я об этом заранее сказал. Что никогда, блядь, не тренировался задротствовать с АВП-шкой. Тем более, здесь какой-то новый прикол, когда бежишь, смазываются... Как его убили, блядь? Здесь, когда бежишь, смазываются перекрестия в оптике. Ну, сука, опять няш-мяш, блядь, он что за мной охотится, что ли, козлодой? Смотрите, 12-9, ну, я на втором месте в нашей гнищенской команде. Ну, это, конечно, не соревнование, я знаю, что тут одни раки, скорее всего, в пираточку играет. Но я думаю, что здесь одни читеры еще играют, потому что это пираточка. В принципе, Counter-Strike, причем, знаете, всегда играли пацаны, ну, не только, как бы, школьники, но вот реально сидели взрослые мужики еще в компьютерном клубе даже на ночь приходят взрослые, реально бородатые. Дядя, что это он так дернулся? Читер, что ли? То есть и на уровне со школьниками вместе сидели и ебашились в Контру, то есть в Контра она имела такой рейтинг, знаете, вот, а вот сейчас я уже не могу сказать за то, что прям вот адекватные взрослые мужики сидят и ебашатся в Counter-Strike. Вот в батлу ебашится, я знаю. Диносовер. Как он, блядь, его так далеко увидел, ну, блядь, вот нахуй попробуй мне сказать, что у тебя не стоят какие-то шкурки, блядь, типа, или у тебя там нахуй орлиное зрение, мне кажется, у него просто текстуры выключены, у него все белое, блядь, а человечек черный, тогда его видно, заебись. Я эту хуйню знаю, но, блин, просто нереально было там, блядь, заметить эту муху вдалеке, это же, блядь, я не знаю, может, у него монитор какой-то там особенный, я хуй поймешь. Ты же не знаешь, что вот наверняка он там будет ходить, смотришь, там по всей площади, мне кажется. Не, ну, сейчас видно, что он тупит, тупит, но тот тупил больше, опять этот Лази Геймер, блядь, неудачник из неудачников, блядь, смертей, смертей 6, фрагов минус, минус 1, обалдеть. Опоздал немного к началу Дедаста, а второго, блин, свернулся, выключить торрент и играть, естественно, зависло, это же Counter-Strike, нельзя сворачивать. Вот, Дедаста мало внешне похож на Дедаст из КС 1.6 и 1.8, но на Саурсовский Дедаст он похож прям вот один в один, ничего не изменилось толком, такое же бедуинство вокруг. Вообще, к топу популярных карт, контры, наверное, гвоздями навсегда прибиты. Астек и 2 Дедаста. Смотрите, игре уже больше 10 лет. Намного больше, лет 15 к Counter-Strike и до сих пор не придумали карт лучше и интереснее, чем Дедасты. Чем Дедасты и, сука, и Астек. Остальные какие-то, ну, появляются карты регулярные, да, соусы дохуя, здесь какие-то там Лего, блядь, не Лего, она вообще детская хуйня. Вот, но все равно Дедасты не переплюнуть им нихуя. То есть, игра вроде куда-то развивается, но точно не в плане карт. Как он выкинул, блядь, два автомата, блядь, иди ты нахуй, дай мне один. Как они, блин, стреляют через дым и видят, блядь, когда я пришел, что я пришел, блядь, оружие взять. Совпадение? Не думаю. Ох, я думал ты помер. Ну, конечно, конечно, это популярная фишка, что какой-нибудь пидорас стоит здесь с АВП, нахуй, стреляет с базы до базы. Ой, блядь, как удивительно. Десять лет прошло, и хуйчу изменилось, блядь. Причем, смотрите, этот чувак не перезаряжает винтовку, я не вижу движения, блядь, ни переключения на нож, ни перезарядки, он хуячит и все. Причем, сейчас он зачем-то дрочит оружие зад-перед, чего ему, блядь, не бегать. То есть, знаете, контра это всегда была игра таких суетных пацанов, которым похуй, лишь бы кнопки понажимать. Подрыв, подрюкать туда-сюда, нож, пистолет, пистолет, нож, блядь. Надо попереключать оружие. Ой, кто этого ебнул? Не аж мяш его хуйнул. Непонятно вообще откуда. Я даже не понял, откуда к нему смерть пришла, блядь. Это контрстрайк, нахуй. Здесь, блядь, половина смертей, какие-то, блядь, загадочные, нахуй, постоянно. В секретных материалах пора эту игру показывать, блядь, потому что тут просто невероятно и необъяснимо, блядь, постоянно. В батлу играешь, там понятно, если у тебя убил танк, вертолет, блядь, еще какая-нибудь хуйня. Но, когда убивают в контре, все время кажется, что тебя убили читеры, ебаные. По ощущениям, блядь. Нет, Б, 4-3. Блядь, хуйню какую-то купил. Правильно говорят, не можешь срать, не мучай жопу. Так я тоже попробую через дверь похуячить. Никого еще не убил. Ну-ка, а что, больше не работает эта тема? Что-то, по-моему, то же самое, что ты, блядь, переключаешься на нож, что не переключаешься. Перезарядка быстрее, как бы, может, это только на слоне работает? А у меня это не слон, у меня это ССГ какой-то, нахуй. Иша, блядь. Наверное, мне хуй дадут, да, ствол поменять? А он не сдох, блядь, он сидит. Заебись, ты флешку кинул, блядь, молодец, нахуй, чтобы ты, блядь, сука, умер, блядь, от простатита, нахуй, за такие броски, блядь. Просто по-братски, блядь, кинул. Что-то у меня... О, ложная грена. Заебись. Вот, бросай ложную грен, если... А что ты не стреляешь-то, блядь? Ебать, мне по башке прилетело, нахуй, вообще заебись. Откуда ты такой, нахуй, мед? Ну, хватит мне его показывать, нахуй, но мне надо. Включайте сразу, блядь, его экран. Что за, нахуй, мода какая-то, блядь, появилась? Посмотри, кто тебя убил, посмотри, да? Вот это? Так должно быть? Заебись, опять мы проебали. Потому что я купил какую-то говно. Блядь, пять-два. Что я смотрю? Зевс какой-то, что это заходит-то? Ой, блядь, меня поставили чисто под хедшот, блядь. Хе-хе. О, с ножом шел. Оп-оп-оп. Нормальный, и сдриснул отсюда. А теперь дверки, и дверки, я ссорю, железные стали, блядь. Но мне кажется, что железные простреливаются так же, как и деревянные. Это же, это же Counter-Strike. Здесь материал дверей, пластилин по умолчанию. Но здесь, а по-любому, кто-то стоит и ждет. Конечно. Вообще не удивил. Только, что он здесь делает с АВП, блядь, куда он целится? Ну, суперпро-геймеру похуй, где с АВП играть. Даже, блядь, в штыковую может пойти. Вот, вот, интересная игра. Вот, стоишь, блядь, в упор ждешь, кому въебать из снайперки. Ха-ха-ха-ха. Counter-Strike. Ну. Блядь, няш-мяш продолжает хуевертить хедшотами, блядь. А вот, вот, чувак, который меня ебал. Все, опять, смотрите, будешь ждать опять. Хуяк, мимо, нормально, еще раз, блядь, еще ближе к стене заебить прицел, чтобы вообще ни при каких хуях. Ну, понятно. Какой-то он странный профи, блядь. О, сгиблась. Какая черная перчатка сжимает автомат. А, блядь, нахуй, спрятаться, блядь. Куда пули полетят, хуй узнает. Такое ощущение, что он, блядь, думает, что он с самонаводкой играет. Я ебал. О, профи, профи, блядь, сразу видно. А, так это няш-мяш, блядь. Дергается, хуярит, блядь. То есть, кто бы, блядь, в реальной жизни так с автомата стрелял, трясется, поворачивает, прыгает, блядь, хуй знает, что сделает. Тут жопой, что-то сзади почувствовал, блядь, хотя там нет никого. Чувак с ником любитель пёс, блядь, разговаривает на английском. Вот как он сейчас попал в голову, блядь, если он стрелял, ему по ногам. Блядь, пересмотрите ещё раз. То есть, Counter-Strike такой Counter-Strike, что, блядь, охуеть просто можно. Как можно быть профи в рандомной игре? Можно быть везучим и невезучим. нахуй в игре, где, блядь, можно целиться в хуй и попасть, блядь, в космос. Кто с ползки, кто с ползки. Просто ж тупизна, блядь, ну, перерыв. Какой нахуй перерыв? Играем дальше. Да ёб твою мать. Экипировка 5, блядь. А у меня денег нет. 5, 1. Странно, вот они фраги оставляют, а деньги забрали, да? Ещё я помню, что Counter-Strike стала первой игрой, где во время прыжка можно приседать в воздухе, чтобы запрыгнуть. Проходишь через друг друга, это вообще, блядь, святая хуйня. Тут, блядь, в этом дуэли победит тот, кто стреляет быстрее. Ну и тот, кто умный, как я, вот так вот, блядь, взял. Срезал угол и въебал. Где ты, блядь, пистолет подобрал? Пизда-то я тоже хочу. О, Дигл, который П-2000. О, как. Ой, как некрасиво получилось-то. Что, давненько я не видел, чтобы тут кто-то бомбу успел закладывать, мне уже показалось, что бомбы отменили. Ну да, здесь, кстати, появились какие-то новые режимы игры без бомб, без всяких какие-то захваты, блядь. Ещё какое-то говно. Ой, ой, ещё кто-то разминировал. Какой молодец. Самый ценный игрок, Дино-Скиллер, ну, блядь, который, который я уже давно подозреваю, что он читак, ебаный, случайно оказался самый, блядь, ценный игрок. О, зажигательная граната. Хуяси. Чё-то новое. Стоит она, блядь, как пиздец. Одноразовая стоит 600, блядь. Ну, сейчас я въебу кому-нибудь кактель молотова, блядь, надеюсь. Ой. Нехорошо получилось. Ай-яй-яй-яй-яй, пошёл ты нахуй. Жаль, просранных 600 бочинских. У меня, кстати, спрей когда-то анимированный стоял, вспомнил. Сейчас, сейчас что-то спреи вообще отменили. Хватит, блядь, понтоваться ты, блядь, Тони. Хуев. Нет, вот эту дайте. Какой шанс зайти к ним с тыла, а? На, нахуй, затылок, блядь. Какой-то фиолетовый автомат я взял. Да, блядь. Ой. А чё это было? Я нажал на синий какой-то. Можно было попытаться угадать проводок, но я не знаю, не знал, что есть такая хуйня, простите. О, моя любимая хуйня. Я просто боялся, что у меня заберут моё разминирование, поэтому я дёрнул первый попавшийся проводок. Надо было дёргать красный, а не синий. Хуя себе. Пулемёт, смотрю, стал стрелять, блядь, два раза быстрее. И совсем косо. Смотрите, я целюсь вниз, он, блядь, стреляет куда-то вверх. Заебись. Классное оружие. Мне нравится, блядь, его рандомность. Кто-то уже, блядь, раскидал ноги и руки в разные стороны. Ой. Ай, мазафакер, блядь, выходи. Я фраг один сделал, я теперь свободен, нахуй. Можно смело сдохнуть. Ну, блядь, ну, пиздец. Ну, контра-страйк, блядь, заебал, нахуй. Из пулемета, блядь, с двух шагов, нахуй, не попадает, блядь, нихуя. Охуеть. Блядь, просто, сука, деревянная игра, пиздец, нахуй. Как было, блядь, она, нахуй, уебищная, так она, блядь, им и остается. Да, знаю, сейчас скажет, но мне нравится, не играет. Так я не буду, блядь, я видео запишу и снесу, и нахуй, неужели думать, что я, бля, буду играть, нет. Че, я ебанька, что ли? Я даже пойду, бля, в батле, нахуй, на самолете полетаю. Там хоть какой-то прикол есть. Ну, а вы что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьё. Субтитры сделал DimaTorzok